Здравствуйте! С вами Светлана. И опять я к вам со своими новостями. Ко мне обратилась компания и попросила, чтобы я протестировала их продукт. Но продукт косметический будет заклеен. Будет заклеен продукт косметический. И если он мне понравится, я смогу о нём рассказать своим зрителям и отклеить бренд. Бренда, как вы видите, не видно. Если нам понравится, отклеим бренд и расскажем. Если этот косметический продукт нам не понравится, значит, как просил производитель, не отклеивать бренд и не выпускать это видео. Конечно, мне это понравилось. Мне же интересно, открою я или не открою, узнаю или не узнаю. И вообще интересно играть вслепую, знаете, это как в рулетку. Допустим, если бы я знала, что это за продукт, я могла бы подсознательно как-то вынести не совсем справедливое своё решение, нравится или нет. Ведь так? Итак, девочки, давайте протестируем. Мне прислали маску из скраб. Давайте немножко ознакомимся перед применением продукта. Возьмём первую маску. Маску для лица. Розовая глина. Уникальный природный продукт, богатый железом, магнием и чистым кремнием. Восстанавливает и стабилизирует работу клеток, кожи, обогащая их необходимым для нормальной функционирования. Давайте посмотрим, откроем перед применением, какая консистенция. Мягкая, воздушная, приятная. И цвет приятный. Аромат тоже прям такой не химозный, а приятный, настоящий. Кстати, это марка «Экологически чистый продукт» выпускает. Следующий продукт – это скраб для лица. Он содержит нежные абразивные гранулы из растительного воска, которые массируют и шлифуют кожу, удаляя с её поверхности от меньшей клетки и труднодоступны загрязнениям. Давайте опять же перед применением откроем и посмотрим. Такие, знаете, нежные-нежные частички скраба не грубые, не будут травмировать нашу кожу. Но теперь давайте мы протестируем и посмотрим, чтобы узнать всё же, что же это за бренд. Начнём мы тестировать скраб. Я воспользуюсь кисточкой для масок. Нанесу на лицо. И вот так будем втирать. Я воспользуюсь ещё и зеркалом. Нанесу на область лба, щёк и подбородок. Ароматы очень приятные, сразу скажу. Нет никакого неприятного запаха. Он, наоборот, такой, знаете, еле уловимый. И, как в аннотации сказано, что нужно немного вот так вот втирать. Ну, минуту-две, не больше. Частицы скраба чувствительны, но не болезненны. Очень приятно. Даже как-то расслабляет и релаксирует. Немного вот так вот повтираем. И оставлю на 2-3 минуты. И потом смою всё это тёплой водой. Потом уже можно наносить маску или, допустим, наносить косметику, если вы куда-то уходите. Скраб очищает лицо. Приятно. Лобовая часть, носогубная. Если честно, приятно. И 2-3 минуты ждём. Теперь после скраба я воспользуюсь маской. Так, маску мы открываем. И опять же воспользуюсь кисточкой. Наносить нужно плотным слоем на лицо, шею и область декольте. Избегая зоны вокруг глаз. Маску держать не менее 15 минут. И достаточно будет одного, двух, трёх раз в неделю. Плотным слоем. Аромат приятный, девочки. Такой же приятный, как и скраб. Мне понравился. Но всё же интрига остаётся интригой. Что же за бренд? Очень, кстати, интересно воспользоваться продуктом бренда, которого ты не знаешь. Почему? Потому что, если заранее знаешь бренд, мы можем даже на знакомый бренд, но который тебе где-то не очень удобно пользоваться. Ну, допустим, вот маска. Если маска тебе не очень понравилась, но ты знаешь, что бренд крутой, ты можешь не совсем правильно и адекватно свой вердикт вынести. А здесь я не знаю, но мы узнаем с вами. Я же открою в конце видео. Мы сначала попробуем скраб, потом маску, а потом уже откроем, если понравится, заклеенный бренд. Так. Как вы видите, бренд закрыт. И открыть мы его сможем, если он нам понравится. Если понравится маска, если понравится скраб. Кстати, очень удобно кистью наносить. И теперь релаксируем 15 минут. В результате тестирования этих двух продуктов, не зная бренда, хочу вам сказать, что первым мы пользовались скрабом. У скраба мелкие частички, которые чувствительны на лице, но они не травмируют кожу. Аромат приятный. Кожа после применения скраба чистая. И после... Мне кажется, даже кожа становится белее, потому что скраб очищает лицо, ороговевшие частички, и лицо дышит. Оно белее, оно свежее. Сразу, даже после первого применения, я поняла, что мне этот продукт понравился. Хватает и даже первого применения, чтобы понять, что да, продукт нравится. Итак, давайте вскроем его и посмотрим. Применять этот продукт нужно 2-3 раза в неделю. Этого будет достаточно, чтобы кожа была свежей. И после этого скраба можно применять различные кремы. Я применяла после скраба маску, а потом уже и крем. Любопытно, что же это за бренд? Как вы видите, он заклеен. Заклеили? Прям хорошо. Всё, открываем вместе с вами. Интрига, кстати, удалась. При использовании мне было очень интересно всё-таки, что это за бренд, чей бренд. Итак, это бренд MV. Это российское производство, российский бренд, город Москва. 100% экологический, косметический, уходовый продукт. Ну, никак я не ожидала, конечно, но очень приятно, что российские производители замечательный продукт делают скраб для лица. Теперь давайте я скажу мнение своё о продукте уходовом косметическом. Это маски. Маску мы вместе с вами наносили, держали на лице 15 минут. И уже после первого применения этой маски хочу сказать, что когда я смыла маску, я обнаружила, что лицо стало свежее, мягче, и лучезарнее. Кожа лица какой-то такой вот свет. Чистое лицо, посвежевшее. И лучезарное. Правильно сказать слово лучезарное. Хочу вам сказать, что это один и тот же бренд. Мне прислали два продукта одного и того же бренда. Я уже догадалась. Я думаю, зрительницы мои тоже догадались. Но для того, чтобы узнать точно, мы с вами вместе скроем. Мы с вами протестировали никаких никаких покраснений на лице, ни аллергии, ничего у меня, как вы видите, нет. Да, да, я права. Это два продукта одного бренда. Еще раз повторю, что это Россия, девочки. город Москва. А еще мне предложили, так как у меня в большинстве женская аудитория, кто будет смотреть это видео, а кто не будет смотреть, все равно передайте им, что от этого бренда Amvi будет розыгрыш. Они пришлют на розыгрыш два продукта и условия я расскажу первого июля. Будет объявлен конкурс первого июля и кто хочет, участвует первого июля. Будете писать участвую и все условия там будут сказаны. Условия, как обычно на моем канале, простые, несложные и два продукта ко мне уже идут от этой компании. Я буду счастлива, что девушка, женщина получит замечательный российский продукт. Ну, а на этом все. Эти-то два продукта остаются мне. с вами была, конечно же, Светлана. Желаю вам быть свежими, красивыми, счастливыми. И кто же нас делает красивыми и счастливыми? Конечно же, наши дети, наши замечательные мужчины и продукты от компании Эмви. Пока-пока! С вами была, конечно же, Светлана. Светлана.